Всем привет-привет! Какое же настроение? У нас сейчас ночь, я с таким ярким макияжем, который абсолютно не подходит под эту одежду, но это все специально сделано для того, чтобы показать вам, как я снимаю свой макияж, особенно стойкий макияж, то есть если вы там очень сильно куда-нибудь накрасились и пришли домой, уставшая. Но это все нужно смыть обязательно и быстро, и качественно. Я покажу сегодня, как делаю это я, и для полноты образа, для эффекта я еще нанесу красную помаду. Не совсем ровно, но обычно приходишь домой уже без помады. Вот такой у меня сегодня яркий макияж специально для этого видео, и я покажу, как я снимаю его. Честно, я ненавижу снимать макияж, но вот краситься я люблю, а снимать макияж терпеть не могу. И вот получается, я пришла домой, сейчас такая вся уставшая, а если это 3 часа ночи, это после какой-то гулянки, вообще неохота смывать. Но нужно смывать, нужно. И я покажу, как же я это все-таки делаю. Я думаю, что сейчас многие со мной согласятся, что очень хорошо смывают, круто смывают. Гидрофильное масло все это дело, это как самый первый этап, так сказать, толчок. Первым этапом моем для макияжа будет масло для снятия макияжа, типа гидрофильного масла, это масло от Kiehl's. Когда вы наносите его на лицо, на сухую кожу, то есть на макияж прям к ладошку, потом на макияж, начинаете все это размазывать хорошенечко. Когда вы уже начинаете смывать это масло водой, ароматное масло превращается в эмульсию, и все это дело хорошенько очищает даже стойкий макияж. Как бы я сейчас вам все покажу, каким образом все это делаю. Распределяю по ладошкам и начинаю, начинаю показывать вам свои брови в реале. Ну, видите, как масло отлично растворяет косметику. У меня здесь и тушь, и тень, и подводка, и база под макияж, тональная основа, консилеры, и плюс еще пудра сверху. Сейчас вы увидите мои брови в реале, не пугайтесь, я сейчас их привожу в порядок, вывожу татуаж. Кстати, кто мне пишет, чтобы я отрастила брови, девчонки, не получается, не растут они у меня, не растут на одной брови. Поэтому хватит писать уже. Беру воду в ладони, и водой начинаю теплой умываться, и вы сейчас увидите, как все это дело превращается в эмульсию. Вот, добавила воду, и все это пенится немножечко, еще больше растворяет косметику. Еще многие из вас часто спрашивают, что это за тряпочка, такая чудо-тряпочка, которая снимает маски с лица. Отлично, если маски, знаете, такие глиняные, засохшие на вашем лице. Вот, у меня есть вот такая перчаточка, есть еще поменьше, это тряпочка от Glow. Она у меня уже не белая, она вообще была изначально такая белая-белая, сейчас она уже серая, но я ее постоянно стираю. Но она прекрасно снимает маски, вот ее просто намочить, она даже макияж снимает. Просто мочите эту тряпочку и смываете макияж. Макияж, она отлично смывает макияж без каких-либо средств. Но все равно под глазами макияж не смылся, поэтому я буду сейчас использовать мицеллярную воду. У меня она обычная от Garnier, потому что быстро заканчивается. И я постараюсь покупать такую не шовенькую, но зато эффективную. Еще такое золотое правило, гидрофильное масло, либо масло обязательно нужно смыть все равно каким-нибудь средством. И у меня есть клевая умывалка от Lirac, она просто шикарная. Оля забыла ее в отеле, когда мы с ней вместе жили в номере. Я забрала ее себе, ура! В общем, Оля, прости, пожалуйста, но мне жутко повезло. Очищает кожу просто великолепно. Такая вот гелеобразная консистенция, очень приятная. И она, знаете, очень легкая, ее легко смывать, это самое важное, потому что есть такие, знаете, умывалки, они так долго смываются с лица. Это шикарный аромат, она такая натуральная, вкусная, клевая. Сейчас эта тряпочка мне тоже в помощь. И обязательный такой завершающий этап очищения. У меня есть тоник, тоник для лица с календулой. Там, посмотрите, она прям плавает внутри. Она воспаление снимает все. Следующий этап – это эмульсия. Нанесение эмульсии на лицо. Буквально пару капель, и она так экономично расходуется. Я вот уже пользуюсь как бы регулярно, утро, вечер, прям вот так на лицове, похлопну очень движениями на шее. Отлично она впитывается в кожу и прям увлажняет ее. Дома у меня очень много разной уходовой косметики. Я стараюсь ее смешать, чтобы не привыкала кожа. Сегодня у меня под глаза сыворотка «Ирушка». Это российская косметика, российский бренд. Натуральные компоненты. Мне она безумно нравится. Знаете, когда много разных хороших средств, трудно выбрать что-то одно. И как-то уже интуитивно чувствуешь, что нужно твоей коже на сегодняшний вечер. Если ты хочешь ее попитать сильнее, если она у тебя высохла, там или стресса были, то я пользуюсь более жирной текстурой. Беру крем более жирный, плотный. Наношу либо маску какую-нибудь ночную. У меня есть хорошие маски для лица. Но сегодня я не буду их наносить, показывать. А если так, обычное увлажнение, то какие-нибудь более легкие текстуры выбираю. Вот, например, сыворотку. Ее не нужно закреплять кремом. И на все лицо у меня «Релакс Кот». Тут тоже «Ирушка» с сывороткой. В общем, я ее тоже наношу на все лицо. У нее легкая текстура. Такой органический запах. Четкий, нужно за собой следить. Правда, вот если бы еще были брови в порядке у меня, то вообще бы цены не было. Ну вот, буду выводить сейчас татуаж. И каждый день, каждое утро я рисую новую жизнь. Новые крылья себе. Чтобы чувствовать себя нормально. Потому что если их не рисую, то это просто жесть какая-то. Ну вот, собственно, мое лицо без макияжа. Если вам нравятся такого рода видео, то обязательно ставьте лайки. Я буду как бы снимать их для вас. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok